Hola amigos, espero que estén muy bien. Добро пожаловать, bienvenidos на канал Kiki Minxiganets. И как вы знаете, сегодня Рождество для нас это очень важный праздник. И в этом видео я хочу рассказывать, какие игры я организую, когда есть Рождество. Потому что можно сказать, что Рождество чуть-чуть важнее для нас, чем Новый год. Подарки мы подарим на Рождество, не на Новый год. И у нас очень весело. И эти игры вы можете делать на Новый год. И я думаю, что будет очень интересно. Эти игры очень радостно. Поэтому я вам советую. Сейчас мои гости еще не приехали. И я вам расскажу, что я делаю, какие инструкции, что вам надо. Потому что, конечно, должен быть организатор. И это очень весело. Кроме того, все участвуют. Номер один. Обмен подарков. Это будет случайный обмен подарков. То есть подарок, который вы покупаете, не знаете в конце концов, кто будет получить. Поэтому вы должны составить правила цен. Например, в этом году я сказал, что 500 рублей. То есть подарок, который они должны покупать, должно быть в районе от 450 рублей до 500 рублей без учета упаковки. Ну и, как вы знаете, в этом году год коровы. Поэтому я решил купить большую корову, как видите. И мы сейчас будем упаковать. Самое главное, это то, что подарок не должен быть на виду. То есть мы хорошо упакуем, чтобы нельзя разглядеть. И, кстати, я очень рекомендую, чтобы подарки не были конфеты. То есть вообще не еда, потому что очень часто расстраивает, когда это шоколадки. И вы тоже можете учитывать, что этот подарок может подходить к женщине или мужчине. Я всегда говорю, подарить им может быть самая бесполезная вещь. Самая полезная вещь. Главное, наш цел в вот этой игре, что наш подарок, который мы выбирали, это был самый запоминающий из вечера. Мы все собираемся и поставим все подарки на столе. И по упаковке, конечно, начинаются появляться любимые подарки, которые мы не знаем, что там внутри, но упаковка красивая. И мы любим красивые упаковки. Дальше нам понадобятся две кубики. Мы их будем кидать. Если оба черные, тогда человек может выбирать любой подарок на столе. И таким образом делаем три или четыре круги, пока не разбираются все подарки, которые находятся на столе. Но очень важно, не переживайте, у всех будет один подарок. Но в этом времени, поскольку мы кидаем, даже люди, которые есть подарок, все равно кидают. Поэтому, может быть, у человека будет три или четыре подарка. А у кого-то нет вообще. Когда мы разбирали все подарки на столе и столь пустой, мы еще сделаем круг. И если будет четный, тогда человек может воровать подарок у другого человека. Просто сказать, эй, я хочу твой подарок. И он возьмет. Мы можем делать три или четыре круги в этом форме. Мы посмотрим, как атмосфера, если очень классно получается воровать или нет. Потом, когда мы объявляем последний круг, у кого есть больше, чем одного подарок, он должен выбирать, какой подарок и кому подарит. И в конце концов, в конце игры у всех будет один подарок. Вторая игра мы делимся со подарок. У меня это раз будет такой маленький сапоги. И будем играть как матрешка. Они должны доставить. То есть, у меня есть эта маленькая коробка, которая будет внутри этой коробки. Это будет внутри этой коробки. Дальше идем в эту коробку, и потом я вам покажу финальную версию, чтобы упаковать такой маленький подарок. И что нам нужно? Нам нужны две кубики, шапка, новогодняя, конечно. Все. И барышки из кухни. Как вы заметили, это не будет так легко достать. Начинает первый человек, и он должен одевать шапку и барышки, и начинает открывать этот подарок. Так, следующий человек, который находится слева, начинает кидать кубики. Много раз, много раз, и должны совпадать один и то же число. Например, один-один. Когда получается один-один, этот человек, который получил вот эти числа, уберет шапку и надевает барышки, и это его очередь открывать. А человек, который находится слева, начинает кидать. И так далее. Так делаем круг, и, конечно, мы открываем и открываем. И победитель этой игры будет тот, который этого достанет. Третья игра – это витерина. В качестве примера я раздаю доллары. Ну, это фальшиво. Это бумажный. Вы можете купить в магазине. Я задам вопросы, касаемые Новый год, касаемые Мексики. Это отличный повод, чтобы мои друзья знали чуть больше о Мексике, и я им дам 100 баксов. Ну, вы знаете, это копия. Ну, и мы понимаем, как атмосфера. Когда люди уже набирают много долларов, начинается аукцион. И есть разные подарки. Это один из них, который мне, кстати, очень понравилось. Это как ножки для мороза. Вот такая шляпа. Есть еще тоже, как вот это. Есть какое-то китайское животное, которое будет. И тоже есть календарь с символа года. Короба. Все эти подарки будут в пакете, поэтому они не знают, что там. И вы начинаете с один подарок. Кто дает 300 баксов за него? И начинается аукцион. Они между ними могут поделиться, то есть одолжить долларов, чтобы купить. И потом... Ну, и, конечно, на этой игре только покупает у кого больше вопросов. Или кто мог попросить, что одолжили больше деньги. И, наверное, вы знаете, как в Испании, в Латинской Америке на Новый год мы любим кушать винограды. 12 виноградов, потому что 12 месяцев. И, конечно, потому что Новый год наступает 12 ночью. Для этого вам нужен 12 виноградов для каждого человека. Я вам советую, чтобы было в винограде без косточки, потому что просто удобно есть. Или можно с косточками, но сранее вы можете убрать. Почему? Потому что, когда курант бьет 12, вы должны кушать один виноград за каждой бенья, с каждой колокольчик. 12 курантов, 12 виноградов. Поэтому, когда вы смотрите телевизор и увидите Спасовую Башню, первый курант – один виноград. И каждый виноград – это одно желание. Это значит, что у нас есть 12 желаний. Саране подумайте, потому что, когда вы кушаете, вы должны подумать об этом желании. Но 12 виноградов – это примерно в течение 12 секунд. То есть, это очень много. Я советую список сделать саране и посмотрим, если все желания сбудятся. Еще одна очень прикольная штука, которую я делал. Понятно, с пандемией сейчас очень сложно. У меня есть чемодан. Когда наступает первый час, после того, что вы кушали винограды, вы должны взять чемодан и бежать вокруг дома с чемоданом. И это значит, что будет много путешествий. Правда, это работает. Сейчас могут быть внутренние путешествия. Почему бы нет? Но понятно, что сегодняшняя ситуация очень непростая. Но это очень интересная примета. И я вам точно говорю, что сработает. И меня удалось очень много путешествовать. И я уверен, что это было ради этого. Недавно совсем был в Мурманск. И последняя игра, традиция, которую мы делаем – это вы должны набрать 12 монеток. Может быть, 12 монеток по 1 рублю, по копейке. Не важно. Ну, желательно, что мелкие, но 12. Опять же, 12 месяцев, 12 часов. И вы должны с этими монетками, после того, что вы гуляли с чемоданом, раскидаться по всех сторон. И это значит, что деньги вас приведут из всех сторон. Поэтому раздавайте, кидайте сильно, далеко все эти монетки, и у вас будут хорошие деньги. Ну и, мои дорогие amigos, напишите, пожалуйста, что для вас было самое интересное. Если вы планируете это сделать, тоже напишите, если вы это сделали, какой результат, что ваши гости говорили. Поскольку нужно подготовиться для этой игры, я сейчас выкладываю это видео, у вас еще есть время. И мне весумно интересно знать, если вы сделали такие игры. И, кстати, следите за канал, потому что у меня есть очень красивый сюрприз для вас. Я буду очень рад, если вы можете поделиться этим видео, чтобы больше людей видеть, как можно весело и очень дружно отмечать Новый год. Ваша поддержка мне очень важна. Поэтому ставьте лайк, не забудьте подписываться на мой канал. И берегите себя. Увидимся совсем-совсем скоро. С праздником!